Всем привет! Меня зовут Валерия Рене. Я художник, рисую преимущественно флору и фауну. Работаю в смешанной технике, но основной материал, которым я пользуюсь, это акварель. Я преподаю, я пишу картины, я участвую в выставках, я создаю свои выставки. Но сегодня я хочу с вами порисовать вместе глаз. Причем мы это уже делали на одном из видео, где рисовали вот такой замечательный глаз орангутана с помощью карандаша. Это набор открыток жителей планеты с моими работами и с подсказками на обратном стороне, как рисовались те или иные моменты. Этот набор будет участвовать в распродаже день рожденческой моей с 5 февраля на сайте. Его можно будет приобрести по сниженной стоимости. Сегодня я хочу с вами порисовать тоже глаз, но уже по книге по соседству. Это мой проект, моя книга артбук, который я выпускала. Сейчас он недоступен к приобретению, но продолжает служить верой и правдой тем, кто его приобрел и мне в том числе. Так вот, там у меня есть небольшой урок о том, как можно живо, красиво, акварелью нарисовать глаз. Сегодня мы с вами рассмотрим этот момент и хочу обратить внимание, что здесь тоже много моих работ представлено. И как раз вот эти живые глаза, их можно посмотреть, как они прекрасно выглядят. Кстати, некоторые работы, в том числе с китоглавом, можно приобретать также в открытках. Так вот, живой, красивый, выразительный глаз, как его можно нарисовать. Вот, собственно, сегодня попробуем вот эту историю. Я уберу книгу в сторонку, чтобы она нам не мешала, потому что все равно в кадр она полностью не влезет. Что мы делаем? Значит, первое, мы будем опять строить глаз, как и делали это в прошлом уроке, но сегодня мы будем делать взгляд прямо на зрителя. При этом все равно я делаю уголок один выше, один ниже. То есть у меня будет небольшой наклон уголков глаза. И в данном случае я вырисовываю полукруг с одной стороны, полукруг с другой стороны. При этом снизу я рисую чуть-чуть побольше, покрупнее этот полукруг. То есть если я проведу линию, мы заметим, что здесь побольше, здесь более плоско, поменьше. То есть это не в целом круг у нас получается, а такой лимончик. И примерно это и будет форма глаза. Можно даже слегка, чуть-чуть, немного вверху в трех точках эти места сделать более угловатыми. И внизу, например, тоже чуть-чуть более угловато сделать эту историю. Такая некая легкая обрубовка. Теперь, так как это глаз птицы, в данном случае, если здесь у нас был глаз орангутана, то здесь мы будем рисовать глаз птицы. Века немножко изменено. Оно является такой просто плотненькой кожистой бороздкой вокруг глаза. Которая к центру чуть-чуть может расширяться, к краям чуть-чуть сужаться. Но при этом это отдельные бороздки. То есть мы можем заметить здесь и здесь небольшие треугольнички. Вот таким образом. Зрачок. Он может быть не идеально круглый, наоборот, немножко вытянутый по вертикали. Совсем чуть-чуть, если мы говорим про взгляд на нас. Блик. И, собственно, на этом можно с рисунком останавливаться и пробовать работать в акварели. Работая с акварелью, что мы здесь будем делать? Первое. Я, допустим, выберу... Давайте красивый голубой цвет возьмем. Не рыжий, а голубой. И я возьму цирулиум. Это может быть бирюзовый цвет. В общем, любой светлый голубоватый оттенок, который вам нравится. И стараюсь его замешать сейчас очень светло, но прям легонечко и мягенько набрать на кисть. Кисть у меня тоже мягкая, это белка. И вот этот цвет, легкий, светлый, акварельный, положить на радужку нашего глаза, не трогая белок, не трогая зрачок. Единственное, что у меня здесь целлюлоза, и я не уверена, что получится идеально равномерно сделать заливку, но попробуем. Постаралась все пятна воды, которые есть, подогнать ближе к краешку. Почему? Потому что краешек у нас будет более насыщенный. То есть я залила сейчас светлым голубым. Следующее мое действие сразу, пока сырая бумага, пока сырое это пятнышко, я замешиваю цвет по насыщению. Здесь уже добавляю ультрамарин. И прохожу с этим цветом как раз по краю глаза. Так, чтобы у меня красиво размывались эти оттеночки. Чтобы они между собой один к другой перетекали. И так же можно чуть-чуть пустить подобного плана бороздку возле зрачка. Вот таким образом. Все, пусть там подсыхает. Больше я туда не лезу. Самое главное, чтобы были плавные переходы между голубым и синим. Следующее, что я делаю. Это намешиваю такой красно-оранжевый цвет для век. Тут не важно, какой цвет вы выберете. Главное, чтобы это был не синий оттенок. Это могут быть коричневые оттенки. Очень красиво, кстати, смотрится сочетание ультрамарина и железоокисной. Имейте в виду это название цветов. Они есть у Невской палитры, например, у русского бренда. И здесь главное не делать сильно темный красный цвет. Потому что тень мы еще потом будем прописывать. Сейчас, по сути, я рисую свет. То есть светлый участок века. И даже если у меня немножко с глаза голубой оттенок пойдет на века, ничего страшного. Главное, чтобы красный не пошел в сторону глаза. Вот тогда это будет не очень хорошо. И нужно будет эту историю тогда остановить. Это можно будет сделать с помощью тряпочки либо кисти. Но все прошло хорошо. И опять же, если есть какие-то капельки темные, мы их пускаем ближе к нижней бороздке. Пока здесь вокруг все подсыхает, я могу сделать немного окружения для глаза, чтобы он не смотрелся просто вот таким выдернутым из контекста. Вот для этого как раз возьму ультрамарин и железоокисную, светло-красную. Получается такой фиолетово-коричневатый оттенок. Очень благородный и красивый. И им начинаю закрывать в первую очередь там, где уже подсохло. Можно чуть-чуть при этом делать сам рисунок, именно контуры более неровные. Для меня это всегда признак естественности, когда нет такой вылизанности ровной. И стараемся не оставлять белых пробелов между красным петном и вот этим окружением темным. При этом следите за контрастами. То есть у вас должен быть достаточно насыщенный контраст самого фона, скажем так. Но это может быть перья на голове такого цвета или кожа. И вот у нас получился такой материал, с которым можно работать дальше, чтобы прорисовать детали. Для того, чтобы рисовать дальше, я возьму тонкую синтетику с острым кончиком. И сейчас в первую очередь поработаю с тенью на красной бороздке. Для этого к нашему красному цвету можно добавить либо какой-то темно-коричневый оттенок, либо ультрамарин, может быть немного серой пейны. В общем, как-то сделать потемнее цвет из тех оттенков, которые есть у вас. Он должен стать красно-коричневым. И в данном случае что я делаю? Я по нижней части бороздки провожу линию. Так, чтобы она соприкасалась у меня с нанесенной кожей или перьями. И немного вверх поднимаю вот такие, прорисовывая как складочки. Где-то они могут быть потолще, где-то потоньше. Но ближе к уголкам глаза они будут потоньше. Подальше от уголка глаза будут более тонкими, мелкими. И перехожу на вторую часть, на верхнюю часть глаза. И делаю то же самое. Но только работаю с нижней стороны. Почему так происходит? Потому что солнце у нас падает сверху. Солнечные лучи попадают сверху. И соответственно тень будет на верхнем веке снизу, на нижнем веке тоже снизу. Пока смотрится странновато, но не пугайтесь. Мы еще эту историю подправим. Теперь также тем же цветом, но более тоненько. Я чуть-чуть еще обозначаю тени по границе верхнего века с кожей. И то же самое я делаю так же легко, аккуратненько, по границе нижнего века с глазом. Неровные участки собираю. И вот таким образом организовала темные бороздки, то есть по сути тени. Пока здесь подсыхает, я могу сделать зрачок. Зрачок можно сделать черным цветом, можно сделать серой пейно, нейтрал тинтом. Но при этом я всегда рекомендую, что делать. Положили цвет и возьмите прям насыщенно, хорошо. Если вы работаете с акварелью из тубы, то прям из тубы. Возьмите краску и мазните в центре наиболее сочно. Чтобы у вас даже внутри зрачка черного были перетекания заметны. Чтобы это выглядело более живо и естественно. Тогда это будет смотреться вот прям вкусненько. Приближаемся к завершению. Опять можно замешать немного цирулиума, ультрамарина. И взять более насыщенный голубоватый оттенок. Чуть-чуть можно пройтись по краям глаза. Дополнительно. Усиливаем контраст, усиливаем объем. Пока еще красный цвет подсыхает. Вот сейчас тогда можно сделать, опять же, чуть понасыщеннее. Взяли цирулиум и ультрамарин, но не старайтесь сильно темный цвет брать. И ставим тень от верхнего века на глаз. Здесь нужно делать мазок прозрачный, легкий, лисировочный. И желательно достаточно крупной кистью, чтобы вы могли в одно касание набрать нужную ширину. То есть вот я сейчас, видите, прикоснулась и нужной шириной закрыла нужный мне участок. И вот у меня получился красивый объем, красивая тень. Ну и в заключение, сейчас попробую сразу затонировать веки. Опять же, работаем лисировочно. То есть стараемся взять довольно насыщенный цвет, но при этом в достаточном количестве воды, чтобы он был. И чтобы кисть легко и плавно прошлась по бумаге, чтобы у вас не случилось каких-то разводов. И закрываем, стараемся закрыть. Давайте снизу попробуем, потому что вверху боюсь, что тень может поплыть. Стараемся закрывать полностью весь, все века. Так, чтобы захватить и тени, которые мы наносили. И когда вы лисировочно проходитесь по теням в том числе, эти тени вы также дополнительно делаете еще потемнее. И в итоге у вас получается такой красивый переход от темного к светлому. Но при этом по тону вы немножечко приглушили, не сделали такие резкие контрасты. То есть мы убрали эти резкие контрасты. Ну и можно в заключении пробовать чуть-чуть высветлить века именно по центру. И вот такой живой объемный глаз у нас получился. Попробуйте его на той бумаге, которая у вас есть. Если у вас есть хлопок, попробуйте на хлопке. Будет еще лучше, потому что хлопок позволяет как раз вот эти плавные растекания, перетекания делать более мягко. Целлюлоза все-таки за счет того, что на поверхности бумаги все переходы случаются. Это выглядит более жестко. На хлопке это всегда более мягко, более бархатно выглядит. О том, как строить животное, как его рисовать в набросках, в скетчах, в этюдах, как передавать фактуры, как передавать эмоции животных с помощью и построения глаз в том числе, мы подробно разбираем на курсе акварельный скетчинг животные, который будет участвовать в распродаже с 5 февраля на моем сайте. Желаю вам удачи, вдохновения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok